Аутизм в Беларуси сегодня воспринимается как тяжелое расстройство психики. Как побороть такое предубеждение и правильно воспитывать и обучать детей аутистов, обсудили во время семинара, где присутствовали как родители, так и специалисты из учреждений здравоохранения и социальной службы. Специалисты утверждают, что у аутистов огромный потенциал, и в стране уже предпринимаются шаги ввести их в общество. Свою основную цель педагоги видят в том, чтобы показать ребятам, что мир не настроен против них. На сегодняшний день в Гродно живет 30 детей с диагнозом ранний детский аутизм. У нас уже определенный опыт в городе Гродно есть, работая с детьми. На базе нашего центра два года была организована экспериментальная площадка с детьми с аутистическими нарушениями. На данный момент у нас организована работа ресурсного центра, областного ресурсного центра, где мы можем, имеем возможность оказать помощь родителям, детям по воспитанию и оказанию коррекционной помощи. В Гродненском центре реабилитации оборудованы специальные кабинеты для аутистов, где по-особому организовано пространство. Развивающие игры, картинки с объяснениями и индивидуальное рабочее место для каждого ребенка, где он может побыть в одиночестве. Для детей сделаны специальные игровые уголки, а время занятий и отдыха определено согласно индивидуальным особенностям ребят. На семинаре специалисты из Международной общественной организации «Дети аутизма родители» поделились своим опытом работы. Цель нашего сегодняшнего визита, наверное, быть тем мотиватором, быть той инициативой, которая поможет объединить и посадить за один стол, рабочий стол, не просто поговорить сегодня и выстроить нужно какие-то перспективы, реальные рабочие, осознать, распределить какие-то функции между собой и определить какой-то некий минимальный объем работы на будущее между службами соцзащиты, образования, здравоохранения. В Беларуси уже делают первые шаги в социализации детей с аутизмом, однако окружающие к ребятам с особыми потребностями относятся пока настороженно. Преодолеть этот барьер можно с помощью распространения информации об аутизме и комплексной помощи со стороны учреждений образования и здравоохранения, а также общественных организаций, ведь такие дети нуждаются в особой заботе. Юлия Косила, Анатолий Бояринцев, Новости Гродно+.